Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Екатерина Дубровина. Смотрите сегодня в выпуске. Все, о чем беспокоятся жители. Глава округа провел прием населения. Регистрация упростилась. Как подать заявку на участие в едином госэкзамене? Нотки ностальгии. Ивантеевской музыкалке исполнилось 60 лет. Все только начинается. В закрытом женском клубе организовали выставку Валентины Сорокиной. С песнями и танцами. Такая русская зима в городском Дворце культуры Красноармейска. Об этом и многом другом прямо сейчас. Внимание на проблемы жителей округа. Глава Пушкинского Максим Красноцветов провел личный прием граждан. Заключительная в этом году встреча прошла в администрации в Пушкино. Какими проблемами делятся люди и в каких вопросах просят поддержки у местной власти? Все подробности у Юлии Постриганевой. 12 жителей инициативных групп, 12 насущных вопросов. Больше половины приглашенных на личный прием с главой округа Максимом Красноцветовым и его заместителями из Пушкино. Также люди приехали из Нагорного братовщины Ивантеевки. Мария Бадаева из поселка Зверосовхоз обращается к главе с просьбой. Благоустроить территорию домов 6 и 8 по улице Парковой. Убрать парковку, организованную под окнами жителей. Установить лавочки, искусственные неровности. Сделать проезд по двору безопасным для детей и взрослых. Дом у нас стоит на проезжей части. У нас два дома 6 и 8. И все москвичи, которые массово начинают ездить к себе на дачу, объезжают у нас. И очередной раз машина пронеслась с такой скоростью, что голод не успел взлететь. И дети в этот момент у нас катались по кругу. Зона слепая, дети ездят вокруг, объезжают машины. И это большая проблема. Глава округа сразу откликается на просьбу женщины. Принимает решение выехать на место, чтобы лично оценить ситуацию с парковкой в ближайшее время. Давайте мы проведем там с вами встречи, на месте постречаемся. Определим четкий перечень, что мы делаем. И сделаем это в весенний период. Давайте в субботу в 12 часов. Я приеду к вам сам. Пригласим всех заместителей. Все выйдем, посмотрим. Спасибо вам, что вы пригласили, что вы выслушали. А вот многодетная мама Елена Курчиева интересуется строительством дороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в деревне Могильце. Будут призаложены деньги на следующий год на дорогу. У меня стоит дом. Сейчас зимой, я вообще к нему не могу. Мне нужно вести внутреннюю работу. Я не могу к нему вообще никак попасть. Давайте тогда еще раз. По поводу строительства дороги, проектирование закончится в феврале с экспертизой. Жительница Пушкина Марина Азорнова просит главу помочь ей с жильем. Семье женщины негде жить. Люди прогорели на долларовой ипотеке в кризис 2000-х. Квартиру забрал банк. Квартира, в которой сейчас живет женщина, признана аварийной. Денег, чтобы снять жилье, у семьи нет. Мы находимся в такой ситуации. Я не знаю, что делать. Надо продлять как-то или давать другое жилое помещение. Сейчас нахожусь без прописки, без средств к существованию. Максим Красноцветов предлагает альтернативное решение вопросом. Вам будет предоставлено жилое помещение на условиях коммерческого найма. Хорошо? Да. Спасибо. Группа жителей из микрорайона Серебрянка, 49, обращаются к главе за помощью с герметизацией труб теплотрассы. Регулярно в подвалах дома затапливает водой. Суть вопроса, смотрите, через дом проходит транзитная труба теплотрассы. Прорывает вашу теплотрассу, у вас колодец, заливается к нам вода. Просьба, чтобы теплосеть заделала свои коммуникации. По теплотрассе, я думаю, что глобальнейший вопрос, наверное, мы как-то все-таки сдвинем с мертвой точки зрения. А по поводу развития этой земли, по геодезисту мы решили? Да, было бы. Значит, и по поводу развития, ну, надо отслеживать в интернете просто. Помощь в решении жилищных вопросов, благоустройства дворов и улиц Пушкинского, вопросы экологии и газификации в округе. На финальной в этом году личной встрече с главой округа. Жители делятся проблемами, решить которые без участия муниципальной власти не могут. Все вопросы глава Пушкинского Максим Красноцветов взял под свой личный контроль. Юлия Постриганёва, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа. На региональном портале Госуслуг открыта подача заявлений на участие в основном государственном и едином госэкзаменах. Регистрация теперь упростилась. В случае, если учащийся зарегистрирован на школьном портале Московской области, то сведения об образовательном учреждении заполнятся автоматически. Срок подачи заявок для участия в ЕГЭ до 1 февраля 2023 года. В ОГЭ до 1 марта 2023 года. Зарегистрироваться можно и позднее. Для этого необходимо подать письменное заявление в Управление образования с приложением документа, подтверждающего серьёзность причины. Воспользоваться услугой могут школьники 14 лет и старше, а также их родители или законные представители. Как хорошо проводить время на пенсии – это основная тема выставки художницы Валентины Сорокиной. Экспозиция открылась в закрытом женском клубе на Московском проспекте. Валентина рисует картины, работает с эпоксидной смолой, пишет стихи и не унывает. Эти картины позитивные, яркие, интерьерные, подойдут в качестве украшения квартиры, дома или дачи. Валентина – непрофессиональная художница, однако любовь к искусству всегда жила в ней. Но раскрытие удалось только на пенсии. Случайно познакомилась в электричке с ученицей Ольги Булич, известной художницей, которая делала картины из природных материалов и попала на пушкинские среды. Так приобщилась к флористике. Когда она сказала, что у тебя есть данные, меня понесло. И вот несло, несло. Потом было горе в моей жизни. Ушел сын 32 года. И чтобы с ума не сойти, Бог мне послал в эту способность. И вот я писала картины. Потом заинтересовала меня эпоксидная смола. Я могу сказать, что я сегодня уже начинающий смоленист. Где была, путешествовала, что видела, все передано на полотна. Валентина брала уроки у Сергея Артова, чтобы ее творчество было еще лучше. После стала смоленистом и занялась отливкой из эпоксидной смолы. Из нее украшения, подносы, подставки, все, что просит душа. Еще Валентина пишет стихи, но больше для друзей. Это стихи с натяжкой. Понятные стишки, но они от сердца. И когда я их читаю, говорят, что это очень нравится людям. И моей подруге, которая мне подарила свою книжку, только для друзей я ее выпускала. Вот она называется «Я в эту жизнь пришла не зря». Потому что я стараюсь людей поддержать в какие-то трудные минуты. И мои подруги, имея эту книжечку, говорят, что в трудное время открываем, читаем, и нам становится легче. Субботний в нем в клубе собрались ее друзья, коллеги по пошкинским средам, также художники, с которыми вместе когда-то творили. Творчество Валентины как доказательство того, что для самовыражения не так важно образование, как желание. То, чего требует душа, притворяется в работы, которые радуют глаз, создают настроение. А главное, сама художница чувствует прилив сил и радости. Творчество, которое исцеляет. Валентина рисует душой то, что нравится. Она владеет любыми техниками великолепно. Но самое удивительное, что она не училась ничему. То есть это вот просто талант такой природный. Я уже присмотрела себе тоже вот одну работу. Мне очень понравилось, я ее куплю. Тут вообще выставка продажи. То есть если кому-то что-то понравится, можно будет купить. И я знаю, что уже две картины ее приобрели. Но настолько, я говорю, все великолепно. И по стилю, и по вкусу, и по подборке красок. И вообще вот как-то она сама такой душевный человек. И вот она как-то преобразила тоже все это пространство. Все представленные на выставке работы можно купить. Экспозиция продлится еще три недели. Ее адрес – город Пушкино, Московский проспект, 24. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. От сердца к сердцу. Через музыку и вдохновение. В Ивантеевке состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летнему юбилею музыкального отделения детской школы искусств. Все подробности в нашем следующем сюжете. Слава школе музыкальной Нашей ей признание Еще до официального начала торжества и тут, и там раздается заветная Слава Ивантеевской музыкальной школе. Сейчас она работает как отделение детской школы искусств. Но в городе ее знают и любят, как родную музыкалку. Уже 60 лет. При мне открывалась первая школа. Причем с большим трудом, потому что по всяким юридическим выкладкам не полагалось школы. Сочиняли прошения и так далее, хождение по кабинетам. И, наконец, школа была открыта. Первую музыкальную школу, вспоминают сегодня на праздничном вечере, открыли в 1962 году в микрорайоне Фубры. Десятилетия спустя она получила отдельное здание на задорожной, в котором находится и сейчас. В отделении сложился крепкий коллектив талантливых единомышленников. Это большой души люди. Это люди, которые всегда поддерживают, всегда придут на помощь. Это действительно коллектив с большой буквы. Я поздравляю всех с этой замечательной датой. Сегодня здесь дополнительное образование получает около 600 детей. Они развивают свои таланты, учась играть на фортепиано, духовых, струнных, ударных и инородных инструментах, пробуют силы в эстрадно-джазовом и сольном академическом пении. Субтитры создавал DimaTorzok Юбилей отмечают двухчасовым концертом учеников и педагогов, на который собрались выпускники разных лет, родители и коллеги по музыкальному цеху. Музыка, помимо того, что это красиво, это еще и большая работа. Пение – это огромная работа, но работа в удовольствии, так же, как и игра на любом музыкальном инструменте. Если нет этого удовольствия, если ты его не получаешь, то и музыки не получится. Я поздравляю вас с таким прекрасным юбилеем и желаю, чтобы еще много-много было юбилеев, которые будут сопровождать эти юбилеи вашими достижениями в музыке. Нотки ностальгии на праздничном вечере сменяются мелодиями побед. Ученики и выпускники Ивантеевской музыкалки прославляют не только наш город, округ, регион, но и всю Россию. В этом году, к юбилею, здание музыкального отделения капитально отремонтировали и оснастили современными инструментами. Теперь возможностей для развития и наград на творческих конкурсах еще больше. Людмила Ермакова, Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа. Зима – это чудесное время года, когда мир погружается в сказку. В городском дворце культуры Красноармейска каждый год – начало самой холодной поры, отмечают традиционным фестивалем «Русская зима». Его посетила наш корреспондент Мария Лихобабенко. Более 40 елок, несколько фотозон и целый трон для снежной королевы так украсили городской дворец культуры Красноармейска. Здесь всеми силами стараются создать новогоднюю атмосферу. Помимо украшений, этому способствуют и особые мероприятия. Одним из них стал фестиваль «Русская зима». Каждый год в фестивале «Русская зима» открывает сезон зимних мероприятий, концертов и конкурсов. Впервые участие принимают не только коллективы городского дворца культуры, но и Дома культуры имени Ленина. Поэтому с уверенностью можно сказать, что в этот день лучшие таланты Красноармейска собрались на одной сцене. В программе было 25 тематических номеров. Все они посвящены наступающему Новому году. Танец снежинок, выступления снеговиков и много праздничных песен. Всего в этот день порядка 250 человек создавали атмосферу торжества. Это танец «Белые ангелы». Ему уже порядка 10 лет. Такой номер Нина Антонова исполняла, когда сама была участницей коллектива Дмитрия Захарова. Тогда это был один из первых ее сольных номеров. Теперь девушка сама преподаватель. Мы решили вот такое сделать, отсылочку к тому времени и снова этот номер станцевать. Это самый подходящий номер для открытия «Русской зимы», потому что «Белые ангелы», как белые снежинки, это символ чистоты, праздника и новогоднего настроения. А это выступление хореографического коллектива «Сударушки». Ему уже порядка 40 лет. Он является победителем многих конкурсов как страны, так и зарубежья. В их репертуаре народные танцы и постановки. Многие участницы уже по 10 лет в составе «Сударушки». Кому как не им знать, что такое «Русская зима». «Русская зима» – это сказочная зима. Я думаю, это сказка вообще в природе. Это белоснежный снег. Это предвкушение домашних встреч с родными, близкими, праздниках. Ну и общение душевное. И, конечно, зимние забавы. Все эти зимние номера подарили зрителям массу положительных эмоций и настоящее новогоднее настроение. Год заканчивается. В конце каждого года мы подводим итоги и награждаем наших руководителей за большой труд в этом календарном году. Они сделали очень много работы. Они участвовали в многих фестивалях и конкурсах. Они занимали призовые места, становились лауреатами и дипломантами. Поэтому в конце фестиваля устроили награждение руководителей коллективов. Впереди еще не один новогодний концерт. Начало уже положено. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде на 14 декабря. В Пушкинске возвращается зима. В среду в округе будет слегка морозно до минус 4. Ночью похолодает до минус 6. Весь день будет идти небольшой снег. Ветер юго-западный 5,5 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. По ВКонтакте, в Одноклассниках и Телеграмме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей.